Ага-Странс покидает маршрут не впервые. Правда, в 2018 году это было не по их инициативе. Тогда пассажироперевозчика отстранили от участия в конкурсе и на маршруте начал работать другой. Далее иски от Агасов суды и признание того, что конкурс проводился с нарушениями. Тогда они вернулись на маршрут, теперь сами от него отказались. Говорят, раньше в городском дорожном комитете при проведении конкурса на маршруты просчитывали рентабельность. Теперь этого не делают. Из этих трех маршрутов рентабельным доходным был только 77 маршрут. А в нагрузку перевозчикам давали нерентабельные убыточные маршруты. Таким образом происходило переспределение финансов и перевозчики тянули в том числе нерентабельные маршруты. Это было выгодно всем. В июне на конкурсе большой лот, состоящий из трех маршрутов, разделили и Агасу обслуживать только 33-й оказалось невыгодно. В месяц их убытки составляют 500 тысяч. Компенсировать сумму никто не собирается, поэтому пришлось от перевозок отказаться. Говорить о том, убыточен или нет, я не могу оценить в плане того, что каждое предприятие самостоятельно подходит по своей финансо-хозяйственной деятельности, каким образом они организуют этот процесс. Я думаю, что вряд ли он убыточен, с учетом того, что на те конкурсные процедуры, которые проводились, подавалась не одна заявка. То есть, как правило, если маршрут убыточен, у иных перевозчиков к нему интереса нет. В Комитете по дорожному хозяйству заявили, что интересы пассажиров в приоритете, и поэтому с сегодняшнего дня по законодательству ввели регулируемый маршрут 33-Р. За выходные нашли перевозчиков, это ИП Гриднев и ИП Усольцев. Договор с ними заключен на три месяца. Жители поселка Сибирская долина рады и такому решению вопроса. Сегодня у нас другой перевозчик на 33-м маршруте. Долго вам пришлось ждать? Нет, недолго. Буквально пару минут. То есть, ничего не изменилось? Вот вы не заметили? Вы ездите на этом вообще автобусе? Ну да, в принципе. Часто он ездит. По нашим наблюдениям, расписание прежнее. 33-й ездит каждые 10-15 минут. А в Комитете по дорожному хозяйству будут смотреть на действия Ага Странса. Так нам сказали сегодня. По законодательству, после трехдневного невыхода на линию, предприятие может лишиться свидетельства. У бывшего перевозчика, к слову, тоже есть свой план действий. Решение будет принимать руководство. Но в данном случае мы считаем, что мы докажем, что предыдущий конкурс был пройден с нарушениями, и мы были незаконно отстранены от участия в конкурсе. По всем сигнале, да? По всем трем маршрутам, да. В том числе и незаконное разделение данных маршрутов на отдельное лото. И хотя пассажиры не пострадали, пострадавшие в этой ситуации уже есть. Водители Ага Странса с сегодняшнего дня вынуждены искать работу. Уже все писали заявление, остатки получили, расчет уже. Кому сколько получать? Кому 6 тысяч, кому 15. Так что все. То есть вы очень расстроены, да? Не ожидали? Мы хотя бы думали до конца апреля, как нам говорили, лицензия у нас. Все на это надеялись. А сейчас вот неожиданно, ни с того, ни с сего. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.